Привет, дорогой зритель! И вновь с тобой Яш, на канале Яш Программист. Идея легковесных AR-очков продолжает развиваться, и в прошлый раз я показал несколько тяжеловатый прототип, базирующийся на световодной системе. Но это не предел. Сегодня мы обнюхаем недавно полученные мной OLED-модули, а также погрузимся в изучение современных сок и начале разработки дизайна управляющей платы. Ну что, ты готов? Тогда поехали! Субтитры сделал DimaTorzok свет каждым пикселем своей матрицы. Этот цвет отражается от поляризованного зеркала, потом от фокусирующей поверхности, проходит сквозь зеркало и попадает прямо в глазец. Такой тип конструкции модулей называется птичьей купалкой, или birth bath. И она позволяет серьезно сократить вес модуля до 10,8 грамм, а также радикально улучшить качество картинки и расширить угол обзора до примерно 55 градусов. Конечно, они не выглядят так же круто, как световодная система, но полезность всяко перевешивает. Так что я заказал парочку сэмплов вместе с девбордой. В итоге получилось по 500 баксов за модуль, а это в три раза дешевле, чем световодные модули. По получении я их потестировал и прям подивился четкости дополненного бытия. Контрастность и качество картинки разительно отличались в лучшую сторону. Черный квадрат был действительно прозрачным, с поправкой на 70% пропускаемость модулей. И этому не мешают окружающие белые пиксели. Единственная проблема с этим решением была в том, что на девборде размещен LT-7211B, который, видимо, мешал подключению ее к мобиле. Хотя проблемой, возможно, был USB-хаб, чип RealTag или устройства вообще не хватало питания, в любом случае старый метод, сработавший с первым прототипом, теперь не фуручит. А это значит, что пришло время взяться за дизайн и разработку собственной управляющей платы. До того, как я всерьез занялся изучением этой проблемы, я добыл себе небольшой ЧПУ, как раз для того, чтобы делать свои собственные платы. Я думал, этого будет достаточно, но мои аппетиты быстро выросли. Например, если уж дизайнить свою управляющую плату, то чего бы не сделать беспроводные в виде очки? В общем, это почти сразу приводит к идее об использовании сок для прямого управления микродисплеями. Проведя некоторое время на спецсайтах о дизайне и процессе разработки PCB, я понял, что двуслойной платой тут не обойдешься. Сейчас в более-менее серьезных проектах используется минимум 4 слоя, а на компактных платах гораздо больше. Кроме того, чтобы соединить слои при помощи VIA, это такие микроскопические мостики, соединяющие разные слои печатной платы, нужно неплохо так запачкаться в электролизе и прочих химикатах. Конечно, я все еще могу попытаться использовать ЧПУ для простеньких переходников, но чтобы сэкономить время и нервы, я решил, что дизайном и изготовлением будут заниматься специально подготовленные товарищи. Когда я ковыряюсь разработкой сам, то могу себе позволить быть не очень конкретным. Можно начать с простого и постепенно прийти к чему-то, но как только в процессе появляется еще один человек, без планирования уже не обойтись. Чтобы передать мои идеи на расстояние, мне нужно сформулировать и оформить то, что я хочу в итоге получить. И для того, чтобы правильно передать свои концептуальные идеи, нужно понимать, что другой человек – это совершенно другой мир. Он родился в другой стране, думает на другом языке, у него совершенно иной бэкграунд. Единственное, что вас объединяет, это то, что вы используете более-менее один язык для коммуникации. Но вот образы, возникающие в ваших сознаниях, могут быть совершенно разными. Возможно, он просто менеджер, который не бум-бум в технике и раздает задачи своим технически подкованным коллегам. Так что тут нужно быть максимально подробным. А чтобы быть подробным, нужно хорошо разбираться в деталях. Ну и в целом, сделать список фич и порисовать всегда полезно для понимания объема работ. Так что еще немного погуглив и обнюхав возможные варианты, я пришел к следующим пунктам. Нам понадобится USB-C DP Alt Mode, и тогда мы сможем сохранить функционал оригинальной дефборды и использовать устройство как внешний проводной монитор. Также Wi-Fi модуль будет, кстати, для приема H.264, H.265 видео-аудио стрима без проводов. Еще понадобятся батареи для автономной работы, раз уж мы говорим о беспроводном устройстве. Для звука будет достаточно простого стерео-аудио через джек или блютуз. Пригодится гироскоп и акселерометр для простого управления головой. Ну и тачпад с кнопками сбоку для управления UI. Чего уж тут экономить. Список уже не простой, так как управление Wi-Fi и в целом интерфейсом пользователя наталкивает на более общее решение с использованием серьезных мобильных сок. Так как они смогут серьезно сэкономить и на размере, и на потреблении энергии, а также напрямую тащить микродисплеи и сделают сравнительно простой разработку софта. Ну и в целом идея о более-менее универсальном устройстве как для отображения, так и для самостоятельной работы выглядит довольно интересно. Также стоит отметить, что получится не полноценное AR-устройство, а просто стереодисплей, висящий перед глазами, пусть и довольно большой. На мой взгляд, разработка полноценного AR-девайса чрезмерно утяжелит и усложнит систему, а также повысит ее ценник. Например, камеры для точного позиционирования в пространстве, как в Oculus Quest, обойдутся недешево. С обычным гироскопом и акселерометром нельзя достичь необходимой точности для AR-устройства. Так что сосредоточимся над достижимым и полезным. После создания списка можно попытаться найти какие-то основные компоненты системы. Как оказалось, это не так просто. Железная индустрия все еще играет в прятки с интернетом, и я со своими скромными знаниями не смог обнаружить какой-то таблицы со всеми доступными сок и их фичами. Само определение этих требований – это достаточно сложный процесс, так как подобную информацию раздобыть очень сложно, особенно при отсутствии опыта. Например, для меня критериями для выбора стали поддержка дисплеев через два MIP-DSI интерфейса с четырьмя линиями, достаточно пропускной способности для Full HD, и хардварный декодинг H.264, H.265 4K на 30 FPS для минимизации задержки. Длинный стереорежим разрешением 3840 на 1080 в теории можно будет декодить на 60 FPS. По этим требованиям Google отдаст тебе буквально всякий мусор, так что приходится искать производителей сок, ползать по их продуктам, глядеть на спецификации и читать длинные дата-шиты. Ох, как же это лениво. Но спустя несколько дней поисков я остановился на паре решений. Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 – вполне приятный чип, должен стоить недорого и активно юзается в более-менее опенсорсных дефбордах. Драгонборд 820C, например, и рок-чип RK33996, как запасной аэродром. Не самые высокопроизведительные варианты, но должно хватить для отображения картинки или простенького стереохата. Кроме того, можно будет сделать максимально открытую платформу для дальнейшего улучшения и использования вместе с комьюнити. Уже со знаниями о возможностях выбранного сок я обрисовал схему, накидал на коленки 3D модель устройства, нашел коннекторы камеры на маусер и заслал предложение найденным в интернете фирмам, предоставляющим услуги по разработке кастомных решений. Подобные фирмы в основном работают с матерыми производителями или на проценте от массовых продаж готовых устройств, так что не взялись за мой проект. Но посоветовали к кому обратиться. В итоге с ребятами из Noa Labs у меня завязалась конструктивная переписка, и они даже предоставили прайс на предварительный дизайн. В рейне 30-50 тысяч долларов. Да, не дешевое удовольствие, но они смогут получить необходимые даташиты от производителей под NDA и выступят своеобразной бизнес-прослойкой между полностью опенсорсным state-of-the-art и проприетарными товарищами. В общем, думаю, оно того стоит. Через два месяца обсуждений мы с ребятами из Noa Labs доболтались до вполне осуществимой схемы устройства, и на основе этого я подготовил небольшой дизайн-документ, который все еще в разработке, но уже не оставляет сомнения в годности будущего продукта. В нем есть и список планируемых фич, и основные сценарии использования, а также описание итоговой печатной платы с расположением основных компонентов и схемой их взаимодействия. На схеме платы у нас целых два USB-C. Они нужны, чтобы облегчить дизайн и предоставить максимум одновременных возможностей. Будет звук, будет Wi-Fi, будет Bluetooth, чтобы подключить колонку JBL, будет простенький акселерометр и гироскоп, чтобы давать команды девайсу, крутя головой. Основное железо можно будет апгрейдить, меняя дисплей и модуль с чипом. А уж коли разводка платы не понравится, любому будет доступен KICAD проект для правок и улучшений. По итогу почти все, что нужно, у меня теперь есть. Осталось только определиться с мелкими компонентами, разрешить остаточные вопросы, найти бабло и можно будет приступать к непосредственной разработке. Я думаю, весь процесс запустится в январе и займет не меньше 4 месяцев, так что оставайся на связи при помощи моего телеграм-канала или забегай на стримы на канале Ежпрограммист. В следующей части мы обнюхаем вопрос разработки ПО для девайса в отсутствии готового прототипа, так что смело подписывайся, лайкуй, коли активно ждешь продолжения, спрашивай вопросы в комментариях, телеграмме или на стримах, я всегда рад обсудить всевозможные темы. Спасибо большое за просмотр и пока-пока! Продолжение следует... Дорогой зритель! Уходящий год был непростым, наполненным как ужасными, так и чудесными событиями и принес множество изменений в нашу повседневную жизнь. Как мы все знаем, любые улучшения приходят только с изменениями. Так пусть Новый год принесет тебе ярких и приятных впечатлений, знакомств с умными и открытыми людьми, уточняющих и переворачивающих видение мира, свидетельств и открытий, ну и, конечно, неостановимого роста биткоина. Я более чем уверен, что в наступающем году у тебя все получится, если ты приложишь максимум усилий и изобретательности в достижении своих целей. Всех благ тебе, твоим родным и близким. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!